Слова поминания Аллаха, Аскар, которые произносятся по примеру пророка А.С. после предписанных обязательных молитв. После завершения полуденной, вечерней или ночной предписанной молитвы, желательно сразу же приступить к молитве, совершаемой, по примеру пророка А.С. сунна, выждав время, достаточное для того, чтобы сказать «О Аллах, Ты мир, и от Тебя мир! Благословен Ты, обладатель величия и щедрости!» И трижды обратиться к Аллаху с мольбами о прощении. Указанием на это служит хадис, в котором сообщается, что, закончив молиться, посланник Аллаха А.С. всегда трижды просил Аллаха о прощении, а потом говорил «О Аллах, Ты мир, и от Тебя мир! Благословен Ты, обладатель величия и щедрости!» Одного из подвижников спросили, как следует просить Аллаха о прощении? На что он ответил «Говорите, прошу Аллаха о прощении, прошу Аллаха о прощении! Астагуферуллах! Астагуферуллах!» Передал имам Муслим. Сообщается, что после произнесения Таслима, пророк А.С. всегда оставался сидеть на своем месте не больше, чем нужно было для произнесения слов «О Аллах, Ты мир, и от Тебя мир! Благословен Ты, обладатель величия и щедрости!» Передал имам Муслим. После этого желательно по 33 раза сказать «Свят Аллах! Субхан Аллах! Хвала Аллаху! Альхамдулиллах!» и «Аллах Велик! Аллаху Акбар!» На сотый раз, произнеся слова «Нет Бога, кроме одного лишь Аллаха, у которого нет сотоварища», ему принадлежит владычество, и ему хвала, и он над каждой вещью мощен. «Ла Иллаха Илла Аллаху Ахтаху Ла Шарикала! Ла Хуль Мулку! А Ла Хуль Хамду! Ва Хуа Аля Кулли Шайн Кадир!» Посланник Аллах А.С. сказал «Тому, кто в конце каждой молитвы будет по 33 раза произносить слова «Свят Аллах!» и слова «Хвала Аллаху!» и слова «Аллах Велик!» На сотый раз, говоря «Нет Бога, кроме одного лишь Аллаха, у которого нет сотоварища», ему принадлежит владычество, и ему хвала, «Мощен, простятся его грехи, даже если будут они подобны пене морской», – передал имам муслим. Помимо этого, желательно прочитать аят трона, аят уль-Курси, Коран, сура 2, аят 255, а также суры «Искренность», Коран 112 сура, «Рассвет», Коран 113 сура, и «Люди», Коран 114 сура. Пророк А.С. сказал, «Человеку, который после каждой предписанной молитвы читает аят трона, мешает войти в рай лишь то, что не пришла к нему смерть», – передали Ан-Насаи ибн Маджа. В другой версии этого хадиса сообщается и о суре «Скажи он, Аллах, один», – «Искренность», – передал имам Ат-Табарани. Также сообщается, что посланник Аллаха А.С. велел читать суры «Рассвет» и «Люди» после каждой молитвы, передали Абу-Дауд и Ат-Тирмези. В различных сводах хадисов приводятся и другие словопоминания, которые желательно произносить после молитв по примеру пророка А.С. Субтитры создавал DimaTorzok